А мы продолжаем. У детворы села Троицкое скоро будет новая школа. Согласно графику, продолжается строительство нового образовательного учреждения в селе Троицкое на 528 мест. Готовность строящегося объекта составляет более 60%. За парты в новом учебном здании школьники сядут уже во втором полугодии предстоящего учебного года. Подробности в материале Чингиза Тихонова. Согласно графику, подрядная организация завершила возведение трехэтажного здания. Сейчас началась внутренняя отделка помещений, а их в новом образовательном учреждении немало. Современными стройматериалами будут отделаны учебные классы, мастерские, столовая, бассейн, спортивный зал. Кроме того, на прилегающей территории появятся спортивные объекты – волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные поля, беговая дорожка, тренажеры. В райцентре до сих пор сохраняется обучение в две смены. Открытие этого учебного заведения снимет эту проблему. Ведь новая школа рассчитана на 528 мест. К сожалению, да, у нас не хватает действительно места. Не то, что места, а школы переполнены. Поэтому наша школа, она необходима в данный момент была. Ну вот эта проблема, надеюсь, в ближайшее время решится. Наши подрядчики добросовестно относятся к работе, то есть выполняются в срок и качественно. Поэтому мы довольны подрядчикам, довольны работой. Вы можете увидеть школу, она уже на 65% практически готова к готовности, поэтому довольны. Строительство объекта ведется в рамках национального проекта образования. Из федерального и республиканского бюджетов выделено свыше 400 миллионов рублей. Строительные работы на сегодняшний день выполнены почти на 65%. Проводятся коммуникации. Готова чаша для бассейна объема 300 кубических метров. В спортивном зале предусмотрена смотровая площадка. По словам заместителя генерального директора подрядной организации Виталия Манджиева, образовательное учреждение может быть готово к сдаче раньше запланированного срока. На объекте занято около 100 рабочих и 70 подрядных организаций. Параллельно ведутся работы по устройству кровли и фасада. Также ведутся работы по благоустройству, внутренней отделке и прокладке инженерной коммуникации. Новая школа в Троицком позволит не только разгрузить действующие школы, но и создать порядка 70 новых рабочих мест. В целом по республике к концу года также будут введены в эксплуатацию школы на 275 мест поселки Малые Гербеты и казачий кадетский корпус Гордовиковский. В следующем году в Элисте начнется строительство двух новых образовательных учреждений. В южном районе по улице Шапшуковой на 825 мест и на 800 мест в микрорайоне Молодежной. В этом году по республиканскому проекту, конечно, мы несколько школ отремонтировали, в том числе и северная школа. Хочу добавить, это и закончили мы ремонты в Челгирской школе Яшкульского района, закончили ремонт в Воробьевской школе Приютинского района. Хотелось бы особо сказать, на будущий год у нас уже подписано соглашение с Федеральным центром о проведении капитального ремонта в двух школах Яшелтинского района. Это Яшелтинская школа имени Панченко и Красномихайловская школа Яшелтинского района. Общая сумма, выделенная федеральным центром, свыше 70 миллионов рублей. Я считаю, что это большое подспорье. В рамках национального проекта образования в течение трех лет, начиная с нынешнего года, из федерального бюджета на условиях субсидирования региона выделено около 2 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство новых школьных зданий. Ченгиз Тихонов, Владислав Бадмараев, информационная программа «День республики».